я сегодня вам продолжаю продолжаю рассказывать сипурэй тора то что у нас называлась в прошлом году сипурэй тора и мы начали их и мы с вами добрались уже до середины до середины книги бамид бар в этом году в этом году у нас будут два отдельных урока один урок я начну самого начала с барышит рассказывать а другой урок я буду продолжать рассказывать с того места на котором мы остановились в прошлом году это как раз вот наш урок сейчас в прошлом году мы с вами дошли до того места в торе где рассказывается про то как умер арон окоин вы помните что арон он был старшим братом мошера бейну и что он был таким большим праведником и что он был таким великим мудрецом да он всех мирил совершенно верно гиль он всех мирил он заботился заботился чтобы ни у кого ни у кого не было ссор если он видел что что кто-то поссорился он шел к одному из них и он говорил что тот с кем он поссорился сказал много-много хороших вещей про него а потом он ушел ко второму и он говорил что этот человек с которым ты поссорился тот еврей с которым ты поссорился он говорил о тебе какой-то умные какой-то хороший какой-то добрый и так конце концов когда они слышали такое они бежали друг другу и мирились так он мирил всех он он очень-очень любил мир он стремился к миру он очень старался и вы помните что даже когда евреи совершили свой большой страшный грех когда евреи сделали ой 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 золотого тельца вы помните что всю вину всю вину за этого золотого тельца арон хотел взять на себя и чтобы евреи остались не виноватыми поэтому и только поэтому он согласился согласился сделать вид что из золота он лепит тельца он так любил евреев он так так беспокоился чтобы евреи не получили наказание что он был готов сам получить все наказание за золотого тельца только чтобы только чтобы защитить евреи все евреи очень 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 любили а рода вы знаете даже больше чем машера бейну очень его любили что-то говоришь гель я выключил у всех так что-то мне гель говорит секунду 1 1 хорошо но это нам сейчас не так важно потому что я хотел я хотел сказать о другом я хотел сказать о том что что когда ашем сказал муше подготовь аарона к тому что пришло его время уйти из этого мира умереть тому же он думал как он может сказать своему брату своему любимому старшему брату аарону что пришло его время умереть как он может такое ему сказать аарон аарон наверное огорчится и он он испугается как муше может сказать такое аарону муше думал как можно так сказать он пришел к аарону и сказал ему так аарон если бы если бы ашем пообещал что ты будешь жить еще тысячу лет и потом через тысячу лет ты умрешь ты бы очень сильно расстроился нет сказал аарон я бы обрадовался я бы очень-очень обрадовался и поблагодарил баошема за то что за то что он мне дает еще жить тысячу лет скажи мне аарон продолжил муше если бы я пришел и сказал тебе что ашем дает тебе сто лет и только через сто лет ты умрешь ты бы очень сильно огорчился нет сказал арон я бы обрадовался и поблагодарил баошем diesel а если бы если бы ашем дал тебе только десять лет ты бы очень сильно огорчился не от сказала арон даже за десять лет я бы только благодарил ашема все время бы только благодарил ашема если вашим сказал тебе что тебе осталось жить только один год и все равно я благодарил башема даже за один год даже за один месяц даже за один день арон но если бы если 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 я должен сказать тебе что сегодня пришел тот самый день когда ашем хочет забрать тебя из этого мира в ешиву в небесную ешиву и арон он уже все поняла арон да и он сказал баруха шем благословен ашем я ему благодарен за все за все за все я ему благодарен за то что он мне дал долгую жизнь я ему благодарен за то что он дал мне большого праведника брата и праведную сестру я благодарен благодарен ему за за то что он дал мне самых лучших на свете маму и папу за то что он дал мне жизнь полную полную удивительных чудес за то что я увидел как евреи вышли из египта за то что я увидел все чудеса которые которые были когда мы проходили через через красное море за то что я увидел все чудеса которые ашем дал нам в пустыне за все за все я полом благодарности ашему я с радостью с радостью принимаю его решение забрать меня из этого мира в небесную ешиву посмотрите посмотрите как арон любит ашема как арон готов благодарить ашема за все за все за все и даже за то что ашем забирает уже его из этого мира он тоже только благодарен есть люди которые которые получают от ашема много-много-много добра но стоит им получить самое маленькое наказание за их собственные плохие поступки они начинают говорить а вот ашем не дал наказание он меня не любит ой 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 это это очень очень дурная дурная черта вместо благодарности вместо любви к ашему они говорят ой недовольны посмотрите арон у арона была очень-очень тяжелая жизнь ему было совсем непросто он большую часть жизни прожил в египте в рабстве он он его любимого брата были вынуждены вынуждены послать в маленькой в маленькой лодочке по повал по волнам по волнам реки нил фараон преследовал его и у него было очень-очень много тягот и страданий в жизни но за все за все он только благодарен ашему только полон благодарности вы помните вы помните что арон был вместе с муше когда когда муше ударил два раза по камню из которого вышла вода вы помните что за это ашем сказал за то что вы не осветили мое имя перед перед тем не войдете в землю израиля и вот теперь когда евреям пришло время входить в землю израиля ашем забирает аарона и через некоторое время он заберет муше тоже но аарон аарон не плачет он не не сердится он только благодарен ашему за все за все за все за все он полон благодарности вы знаете что когда когда аарон умер евреи евреи не хотели верить в это они не хотели верить они они говорят говорили не может быть чтобы умер такой такой праведник как аарон он мог выстоять даже против ангела смерти вы помните что когда была магифа когда когда была страшная страшное поветрие евреи умирали а а да но гиль давай давай я буду рассказывать если если у тебя есть какие-то вопросы и добавления ты добавишь их конце урока не в середине хорошо хорошо я прошу всех выключить микрофончики чтобы я мог рассказывать когда я задам какой-нибудь вопрос то все кто хочет может на него ответить когда я просто рассказываю меня меня немножко путают когда меня перебивают в серединке так вот все помнили как как была страшная поветрия магифа евреи умирали от от болезни ангел смерти он забирал одну за другой еврейские души за зато за тот грех который евреи совершили и все помнили как аарон вышел впереди всех и он взял кто red он взял особое воскурение которое которое поднимает дым в храме во время священнослужения и этим кто там он остановил самого ангела смерти и не давал ему и не давал ему забирать души евреев до тех пор пока мошера бейну и вымолил у ашева прощение для всего еврейского народа он сильнее ангела смерти сказал еврей как мог ангел смерти забрать аарона когда он сильнее ангела смерти самом деле на самом деле вы знаете что ангел смерти не посмел приблизиться корону когда пришло время забрать душу аарона не ангел смерти был послан для этого ашем сам пришел в ту пещеру куда он велел подняться арону вместе вместе с моше и старшим сыном аарона и там ашем сам забрал душу аарона он забрал его поцелуем он как будто бы поцеловал аарона и душа арона чистая святая душа арона сразу же сразу же при прилипла к ашему и так это называется смерть поцелуя когда не чувствовал ни боли не страха ашем поцеловал его его душа ушла сразу же с этим поцелуем кашему и сразу же поднялась на небеса сразу поднялась на небеса что что ты хочешь мне сказать на горе гора молодец очень хорошо что ты помнишь название этой горы евреи долго долго не могли поверить смерти арона пока они не убедились что арон не возвращается зора ар и что ашем действительно забрал его душу и еще еще они увидели что исчезло что-то очень важное что-то очень важное что-то слава исчезли облака славы которые в заслугу аарона охраняли еврейский народ охраняли от солнца охраняли от диких опасных зверей водящихся в пустыне охраняли от всех врагов что враги даже не могли увидеть евреев закрытых этими облаками славы облака славы они они чистили одежду евреев прямо прямо на них и время не приходилось стирать одежду облака славы чистили и гладили одежду прямо на них облака славы делали так чтобы одежда росла вместе с евреями он бы был маленький ему дали маленькую распашонку он растет растет эта распашонка растет вместе с ним превращается в рубашку он вырос взрослым она превращается в пиджак и растет вместе с ним и также также башмаки башмаки И маленькому-маленькому младенцу подарили маленькие-маленькие башмачки, они росли у него вместе с ногой, и когда он стал уже взрослым, он продолжал ходить все в тех же самых первых башмачках, они не портились, они не царапались, у них не стирались подошвы, и нога в них чувствовала себя все время хорошо и удобно и приятно, и ноги не болели ни у кого. А это все делали облака славы, и вдруг облака славы исчезли. Не стало Аарона, исчезли облака славы, и все евреи сразу поняли, все евреи сразу поняли, что именно в заслугу Аарона были эти облака. Гиршик, дорогой, не надо так делать. Сделай красивое личико. Спасибо. Ай-яй-яй-яй-яй, в это время злейшие враги евреев, кто мне скажет, кто самые-самые злейшие враги евреев? Амаликитяне. Амаликитяне. Не, не египтяне. Амаликитяне. 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 Потомки Амалека. Они увидели, они жили в городе Арат. Амаликитяне. Они вдруг увидели евреев. Все время евреи были закрыты облаками славы, и никакие враги их не могли увидеть, никто не мог до них добраться. И вдруг амаликитяне увидели, а-а-а, и чесли облака славы. Наверное, теперь можно наконец-то напасть на евреев и воевать с ними. Вперед, моя армия! Все хватайте оружия. Амаликитяне побежали скорее, побежали скорее воевать с евреями. Только они увидели, только они увидели, что исчезли облака славы, и сразу же амаликитяне побежали воевать с евреями. вы знаете что евреи очень испугались когда они увидели амаликитян и они стали бежать бежать они бежали от амаликитян далеко-далеко в пустыню убегали от амаликитян евреи пока 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 мы ликитяне не остались далеко-далеко тогда евреи остановились и стали горевать ой нет у теперь защиты ой наверное ашем нас оставил и покинул нет с нами больше ашема раз на нас напали омальки тяне как вы думаете есть ашем с нами или нет ашема с нами всегда всегда что бы ни случилось ашем он всегда с нами и тот кто говорит что да 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 потом муше помолился потом и облака славы вернулись ай-яй-яй но те кто говорит что ашем не дай бог нас оставил или что ашем не с нами он совершает большой грех он совершает был большой грех который называется злословие они говорят дурное про ашема как будто бы он не дай бог оставил нас чтобы с нами не случилось ашем всегда с нами ашем услышал знаете что ашем слышит все 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 что мы говорим и даже то что мы думаем ашем услышал как евреи говорят что что он их оставил он сказал а я я я я я я вы помните как был наказан за злословие на хаш змей помните что что случилось совершенно верно он стал ползать на животе а теперь евреи повторяют его грех и говорят злословие про ашема лошона ра как будто бы ашем оставил их не надо не надо иршик не надо это делать ай 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 раз они повторили раз они повторили грех на хаша змея то они получат наказание от змей и что произошло вдруг вдруг во всем лагере где остановились евреи начали ползать змеи змеи ядовитые те кто те кого кусала змея ядовитая что с ним не дай бог происходит он умирает евреи побежали скорее к муж и рабы но больше больше спаси нас спаси нас помоги змеи змеи кусают кусают нас прямо в лагере ой больше больше помолись за нас попроси прощения у ашема за то что мы говорили что ашем не с нами мой шум помолился ашему от всего сердца он попросил у ашема ашем прости нас ашем пошли нам спасение и избавление и ашем ответил своему верному муж и рабы им сказал ему ты должен сделать из из меди должен сделать из меди фигуру змеи медь медь вы кто-нибудь знает как как медь на иврите кто кто что нахаж нет нахаж это змея а как медь на иврите что-то медное тоже похоже очень на нахаж а не хочет совершенно верно на хочет на хочет это медь ашем велел сделать ему нахаж не хочет змея из меди и поставить этого змея медного высоко-высоко на высокий-высокий шест чтобы его было видно из всех концов еврейского лагеря и если кто-нибудь кого-то укусит змея а и он чтобы не уметь ему нужно скорее 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 посмотреть на медного змея на нахаж аны хошет если он успел на него посмотреть то он не ты знаешь что праведников змеи не кусают никогда только если кто-то совершил какой-то грех тогда его может укусить змея или какой-нибудь другой звери а праведники которые никогда не совершают никаких грехов если он исправился то никакая змея его не укусит и на самом деле на самом деле евреи смотрели на этого змея если кого-то укусил укусила змея не смотрели на медного змея на нахаж аны хошет и они спасались и спасались от смерти как вы думаете неужели неужели нахаж мины хошет змей из меди это то что спасает от смерти конечно же нет конечно конечно ай когда евреи смотрели наверх на этого медного змея они видели вокруг него большое большое огромное небо и они вспоминали про то что на небесах кто ашем они вспоминали про ашема и они сразу же раскаивались а когда они сразу же раскаивались вот что спасало их от смерти раскаяние то что они вспомнили про ашема то что они вспомнили что ашем все время с нами Вот в чем было их спасение. А тот, тот праведник, который всегда помнит про Ашема, так ему и Нахаш не хочет, не нужен. Он всегда сразу вспоминает про Ашема, раскаивается и Ашем посылает ему немедленно избавление. А Моше змея кусала? Нет. Разве Моше хоть раз забыл про Ашема? Всегда-всегда Моше помнил про Ашема, никогда про него не забывал, никогда не думал, что Ашем нас оставляет или что он не с нами, не дай бог. Нет, нет. Поэтому никакой Нахаш его не кусал. Ай, дорогие-дорогие мои ученики, что мы сегодня выучили? Что мы учим из всей этой истории? Вы знаете, что Тору мы учим не для того, чтобы просто нам было интересно и сказки. Что надо раскаиваться? Что надо раскаиваться? Хорошо. Что еще? Что Ашем всегда с нами? Молодцы! Замечательно! Что еще? Они сказали, что Ашем не с нами. Они сказали, да. Мы учим, что всегда надо помнить, что Ашем с нами. А про то, как умер Аарон, мы что-то из этого тоже учим? Да. Что пропали облака славы. Ну, пропали облака славы. А что мы-то? Мы-то что выучили из этой истории? Что надо радовать, что Ашем не с нами. Да, надо радовать. О! Благодарить Ашема! Благодарить Ашема за все, что он нам дает. Даже если нам кажется, что он дает нам что-то не очень приятное для нас, мы все равно его всегда-всегда благодарим так, как научил нас Аарон. И еще что-то мы выучили про Аарона. За что его любили все евреи? За что Аарона любили все евреи? За то, что он делал мир среди всех евреев. За то, что он всех любил и старался, чтобы евреи никогда не ссорились. И мы тоже из этого учим поступать так, стараться, чтобы все ссоры прекращались. Есть много разных способов, как прекратить ссору. Аарон использовал свой способ. Каждый, если он видит, что кто-то ссорится, должен подумать, как всех помирить. Как всех помирить и сделать мир среди всех евреев. Вот все эти важные, важные, замечательные вещи мы учим из нашей Торы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...